Одного за другим вертолёт с помощью лебёдки поднимает шестерых человек. Подростки оказались на острове в момент наводнения. В ловушку попали и эти туристы. Ради спасения бросают всё – палатки, автомобили. Из-за паводков чрезвычайная ситуация объявлена в трёх районах Красноярского края. После проливных дождей из берегов вышли сразу несколько рек. Затяжные дожди, несомненно. Плюс таяние снега в горах. Даже в некоторых местах прямо выпал снег свежий, новый, как говорится. И всё это сошло и дало вот такой вот эффект. В Нарве спешно строят дамбу. Пытаются спасти ту часть посёлка, в которую вода ещё не дошла. Там, где не хватает тяжёлой техники, работают лопатами. За 15 минут на сантиметров 50 поднялась вода. В зону бедствия направлены отряды МЧС. На заблокированных дорогах они буксиром перетаскивают застрявшие машины. Автомобильное движение нарушено на двух междугородних трассах. Вода смыла пять мостов. Час назад как проезжал по нему. Восстановительные работы идут на железной дороге. Размыто полотно на ветке Абакан-Ачинск. Грузовые поезда запустили в объезд. Грунтовые воды поднялись в районе станции Улуй. Пассажиров поезда Москва-Абакан пересаживают на автобусы. Так люди объезжают опасный участок на станции Назарова. Они садятся в новый состав и едут дальше. Временная схема движения данных поездов. На графике их движения никак не отразилось. Задержек нет. В целом ситуация никак не отражается и на движении других пассажирских поездов. Уровень рек постоянно отслеживают. Уровень воды все время поднимается. Сейчас в некоторых местах он доходит уже до метра. Затоплены сельские дороги и некоторые дома. Людей эвакуируют. В зону затопления уже покинули больше сотни человек. Почти все разместились у родственников, пожилым людям. Собрать ценные вещи помогают социальные службы. Надо убрать документы. Вот где они? Я нашла. Нашла? Ущерб оценят после того, как вода уйдет из населенных пунктов. Пострадавшим от разлива рек власти обещают оказать материальную помощь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!